Приветствую вас, и давайте сперва уточним. Смысл жизни чей? Смысл жизни ваш или смысл жизни людей вообще? Смысл жизни людей вообще, так или иначе, отношения к вам как такового, не имеет, потому что у каждого смысл жизни свой. Ну, например, ваш смысл жизни, как это ни странно, заключается в том, чтобы ввести и не выводить себя из такого состояния, когда вы чувствовали бы себя плохо, и, соответственно, чувствуя себя плохо, вы пришли бы к определенному выводу относительно того, что жизнь ужасная, и что, в общем-то, делать с этим ничего не надо, и обратились бы к своим, вероятно, каким-нибудь старым, или удобным, или каким-то еще установкам, которыми вы руководствуетесь. Вот. Ибо, признаться честно, признаться честно, логическая цепочка, которую вы выстраиваете, для меня не совсем ясна. Да? Давайте с этим разберемся. Разберемся. Вы пишите, мое состояние, психическое состояние на грани, а никакой стабильности и будущего, так как такового в ближайшей жизни не ожидается. Ну, вы понимаете, что здесь одно вытекает из другого, в том смысле, что психическое состояние, если оно на грани, ну, и дает вам вот это самое отсутствие стабильности. Что я написала? А, да, отсутствие никакой стабильности и будущего. Именно потому, что у вас такое состояние, у вас нет стабильности и будущего. Потому что у любого человека с таким состоянием психики на грани не будет стабильности, и это нормально. Дальше. Стабильности, вообще-то говоря, нет ни у кого, и никогда не было. Потому что никто и ничто в этой жизни не может похвастаться сколько-нибудь адекватной степенью стабильности. Даже те, кто, в общем-то, на первый взгляд, имеет для этого все средства. Потому что стабильность – это задача каждого конкретного человека. И в данном случае, в данном случае, можно говорить о том, что стабильность достигается, ну, определенным путем, определенным способом. То есть стабильность – это личные границы и правила. Это разграничение ответственности. Вот когда эти правила есть, то есть стабильность. Стабильность – это предсказуемость. А предсказуемость означает, что вы в курсе, как будут развиваться события. Так или иначе, в любом случае. Вот чтобы вы знали, как будут развиваться события, однако вы можете только в контексте себя и не больше. Чтобы знать это, вам нужны, как раз таки, ваши правила и личные границы, которые помогут вам в любой ситуации принимать соответствующие решения и не мучаются каждый раз, там, ну, с выбором, с определением, с принятием, с пониманием и так далее. Вот. Вопрос, конечно, тут только лично заключается в том, насколько вы этого всего хотите. Вот. То есть, если вы не воспринимаете стабильность как что-то, к чему вы должны стремиться сами, а, например, воспринимаете это как что-то, что должны давать вам, допустим, другие люди. Здесь, конечно, мы сталкиваемся с серьезной проблемой, потому что другие люди, стабильность вам, так как хотите, вы не дадут. Просто потому что они не знают, как вам ее нужно дать, потому что свою стабильность идеально понимаете только вы. Соответственно, возникает вопрос, что вы делаете для того, чтобы у вас появилась эта самая стабильность, как вы ее понимаете. Следующее, о чем хочется сказать, это, собственно, то, что ваше психическое состояние, как вы говорите, на грани. Видите ли, если ваше психическое состояние, как вы говорите, на грани, да, что что-то его туда вывел. То есть вам это о чем-то сигнализирует, как правило, как правило, психическое состояние на грани, сигнализирует о том, что пора, вот именно вам пора что-то менять в своей жизни. Так или иначе, пора. Дальше так продолжаться не может никак. Вот это то, что вы реально можете, соответственно, для себя, значит, понять, принять, увидеть и начать использовать для дальнейшего, так скажем, развития. То есть ваш вопрос, который вы задаете, да, вот именно ваш вопрос, который вы задаете, он, к сожалению, очень, как бы так сказать, да, он очень абстрактный, он очень общий. Самое главное, что он исключает вашу ответственность. То есть вы как будто бы ни за что не отвечаете. Ну вот, вы не отвечаете, значит, за то, что с вами происходит. А это не так, как вы отвечаете. Вы отвечаете, отвечаете сильно, отвечаете мощно, отвечаете хорошо. Но вопрос только в том, насколько вы сами осведомлены о своей ответственности. Ну вот, ну и, как вы её воспринимаете, свою ответственность. Вот. Потому что, то, что вы описываете сейчас, да, вот, то, что вы, ну, говорите сейчас, это, мне кажется, всё-таки, ну, совершенно не свидетельствует о том, что вы, как-то вот, отдаёт, да, отдаёт себе отсчёт, да, вот, в том, что вы делаете. То, то, что вы описываете, да, никак не свидетельствует о том, что вы, ну, знаете, куда вы идёте, вот, к чему вы стремитесь, например. Ну и так далее. Вот. Это всё, конечно, весьма-весьма проблематично. Это проблематично, но это, в общем и целом, вполне корректируется. В общем, в общем и целом, это вполне корректируется. Но главное, чтобы вы этого хотели, да, ну, вот. Надеюсь, что я вам, вот, своим ответом, да, помог, надеюсь, что вы увидели для себя, в моём ответе, что-то важное для вас. И надеюсь, что вы сделаете выводы, опять же, сделаете выводы для себя, вот, и уже после этого начнёте что-то делать. Ну, а мы вам поможем. Мы вам поможем в этом, то есть, ну, в том, чтобы вы смогли достичь своих целей. Поэтому всё, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.